В эфире итоговая программа «Местное время». О главных событиях недели узнаем в этом выпуске. С вами Данил Недзельский. Здравствуйте. В Ангарском городском округе стартовал отопительный сезон. Батареи стали горячими уже 15 сентября. Правда, не у всех. Кто первый в графике на подключение тепла, узнаем из сюжета. Первой городской больнице заморозки не страшны. Звук бегущей по трубам горячей воды здесь услышали уже вчера днем. В прививочном кабинете для поддержания нужной температуры открывают окна. Но холода почти не ощущается, ведь батарея уже горячая. Теперь комфортно и пациентам, и врачам. Почувствовала с утра. Хорошо, тепло. В спине хорошо было. Дело прекрасно. И работа хорошо. Нормально. Объекты Сотскульбыта еще с советских времен первые в очереди на подключение тепла. Действует четкий график. Сначала детские лечебные учреждения, затем жилые дома и другие помещения. На термометрах 117 детского сада уже выше 20 градусов Цельсия. Можно походиться без теплой одежды. Отопление у нас включено своевременно. К отопителям сезон мы готовы полной готовности. И поэтому наша группа сейчас тепло, уютно. И нашим детям тоже очень комфортно. Все объекты Сотскульбыта и жилищного фонда планируют подключить в течение четырех дней. Таким образом, весь город будет обеспечен теплом уже к выходным. Единственное, жителям необходимо обратить внимание на состояние трубопроводов в подвале, стойков и батарей. Кроме того, прошу проверить совместно с соседями, посмотреть на пятых этажах. Очень много будет появляться вопросов по развоздушиванию стойков отопления. Мы не можем запустить стояк, если жители, проживающие на пятых этажах, во многих многоквартирных домах не проведут развоздушивание стойков отопления. По вопросам работы систем отопления нужно обращаться в управляющие компании. Срочные заявки примут и аварийные службы. Елена Мильвитт, Владимир Сельванов, Дмитрий Новопашин. Местное время. Прививочная кампания от гриппа началась в Ангарске. Медицинские учреждения города уже получили препараты и начали вакцинацию. Первыми прививают детей до года и трудоспособное население из группы риска, работников медучреждений, детских садов и школ. В детскую больницу поступила вакцина Гриппол+. Поступила в количестве в настоящее время, в больницу поступило 9560 доз. Мы получили вакцину порядка 26 тысяч, распределили на три городские поликлиники. Это наше лечебное учреждение, МАНО, лечебно-диагностический центр и медико-санитарная часть номер 36. Прививочная кампания уже началась. На сегодняшний день в трех лечебных учреждениях привито порядка 560 человек. Это немного. Поставить прививку от гриппа можно в любой поликлинике по месту жительства. В детских садах и школах вакцинацию будут проводить организованно. С банкета на больничную койку. Массовое отравление произошло в одном из городских кафе сразу на двух свадьбах. Гости попали в больницу. В числе заболевших и официантка того самого заведения. Как могло произойти ЧП, выясняли наши корреспонденты. На этих кадрах веселая свадьба. Родня съехалась в Ангарск со всей области. Из Усоли, Сибирского, Саянска, Черемхова, Иркутска всего около 20 человек. Никто не подозревает, что на следующий день окажется на больничной койке, включая детей и официантку этого кафе. У 14 человек выявили сальмонеллез. Часть из них сейчас находятся в лечебных учреждениях по месту жительства, другие – в инфекционной больнице. Персонал клиники в Сангородке принял журналистов не очень радушно. Вы пришли на территорию инфекционного стационара. Вы пришли на территорию инфекционного стационара. Вы поймите, что вы не совсем правы. Мы имеем право снимать на этой территории? Ну а вы имеете право. По словам больных, в инфекционном отделении им намекнули, что, мол, сами виноваты, ели грязными руками. Но у пострадавших другое мнение. Сейчас гораздо лучше, уже выкишут скоро. Сколько лежите? Наверное, завтра. Ну, неделя будет. Меня с воскресенья на понедельник положили. Точно знаю мясо. А почему вы сделали такой выбор? И где вы отравились? А потому что все, кто мясо покушал, все отравились. И в том числе даже официантка этого кафе. Те несколько человек, кто мясо не пробовал, чувствуют себя нормально. А вот на следующий день кафе обслуживало уже другую свадьбу. На трубазе Китой. Результат тот же. Несвежее мясо. Причем это мясо подавали на следующий день. Лежит здесь официантка с этого кафе. То есть обслуживание свадьбы было. То есть кормили этим же мясом. То есть тоже люди пострадали. Директор кафе в устной беседе с журналистами пояснила, что официантка, которая попала в больницу, работала без санкнижки. Она, по мнению руководителя, вероятно и является источником массового отравления. Или фрукты, которые разрешили гостям принести с собой. Служба Роспотребназора провела проверку кафе. Сделали смывы, лабораторные исследования, шести видов продуктов и напитков. Обследовали персонал. Обследование персонала. Результаты все отрицательные. То есть персонал у нас чистый на данный момент. То, что касается пищевых продуктов, протоколы получены пока не все. Поэтому делать заключение пока рано. Не у всего персонала там имеются личные медицинские книжки. В основном личные медицинские книжки имеются у всех тех, кто имеет отношение к приготовлению пищи. Официантка Екатерина, в которую сейчас летят все шишки со стороны начальства, пояснила ситуацию так. Да, я все это тоже ела. Платы и вот это вот все. Потому что на базе, там, где на базе Киты, у нас все время ругань была между поварами. Потому что они на афигантах никогда ничего не готовили. Вообще ни к чему. И мы все время голодные ходили. И то, что осталось у нас после, получается, после свадьбы, мы, значит, сказали, мы где-то брать не будем. Ну ладно, мы решили. И мы все кушать вообще сильно хотели. Я поела, и я уже начала через часа-два чувствовать какую-то непонятную персону. Думаю, может, и я от голода. Купили просто какие-то просроченные продукты уже. Потому что было дело, когда сам Макс заходил на кухню. Когда они начали готовить Макс, он говорит, что за запах? Директор кафе согласилась поговорить только по телефону. Готова даже разговаривать. Что я вам могу сказать? Если я вообще на руках, у меня еще ни одного заключения нет. Молодоженам не только испортили праздник. Им пришлось отложить свадебное путешествие. Вчера были мы в кассе, где брали непосредственно билеты. Мы передвинули свой отпуск. Ну и, конечно, на обратные, получается, билеты мы доплатили приличную сумму. Вот. Ну если дело дойдет до суда, я думаю, ну как бы все справки, и все квитанции по этим билетам имеются. Так что можно их и предоставить. Какое же все-таки блюдо стало источником отравления гостей на двух свадьбах, пока неизвестно. Впереди еще судебные разбирательства и результаты лабораторных исследований. А тем, кто в будущем собирается отмечать торжества, стоит вынести урок из этой истории. Место для проведения выбирать тщательнее и отмечать важные даты только в проверенных местах общепита. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время. В Ангарске ликвидируется кинологическая служба при отделе вневедомственной охраны. Это связано с процессом оптимизации в системе МВД. Без работы могут остаться отлично обученные немецкие овчарки и их наставники. Подробности далее. Поиск пропавшего человека, задержание преступника по горячему следу, обнаружение похищенных с места происшествия вещей. Теперь эти и другие направления отрабатывать будет некому. Кинологическая служба при отделе вневедомственной охраны дорабатывает последние месяцы. Сейчас здесь трудятся пять полицейских кинологов вместе со своими питомцами. Немецкие и бельгийские овчарки, обученные помогать людям, могут остаться без любимой работы. Все собаки являются личными собаками кинолога. И куда бы ни уходил кинолог, он забирает свою собаку. Если кинолог уходит на пенсию, то он также забирает собаку к себе домой. Если переводится в другую службу, забирает собаку в другую службу. За время существования питомника, а это без малого 47 лет, служебные собаки спасли десятки человеческих жизней, раскрыли сотни преступлений. Показательные выступления полицейских кинологов в социальных учреждениях привили трудным подросткам любовь к животным и уважение к профессии. Многие собаки имеют прекрасную служебную родословную. Вообще с рождения щенка начинается сразу обучение. И в процессе всей службы практически что-то новое надо учить. Постоянно учим собаку. Перерывов нет таких, чтобы не учили. По словам заведующего кинологическим питомником, часть его сотрудников решила оставить службу в органах. Остальные переходят в другие отделения полиции. Будут ли при этом востребованы служебные собаки – большой вопрос. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин, Местное время. Уникальную выставку готовят воспитанники первой школы-интерната. Яркие картины из бисера ребята стали делать совсем недавно. Однако уже достигли высокого уровня мастерства. Новая методика не только доставляет удовольствие, но и приносит пользу. Такую – узнаем из сюжета. Яркий солнечный день. Большинство детей после окончания уроков спешат на улицу. А эти мальчишки вместо того, чтобы гонять мяч, сидят в классе и кропотливо выкладывают из кружечных бисеринок настоящие шедевры. Ну, там специальные цвета, буквы нарисованы. И там ложить на них надо, бисер. В чем сложность? В том, что это можешь не туда положить. Одни рисуют, другие вышивают. В этом году воспитатели первого интерната предложили своим ученикам новую интересную методику. На специальную клеющую основу нанесен рисунок, который нужно украсить разноцветным бисером. Готовые полотна выглядят, как настоящие произведения искусства, которые не стыдно и в музей выставить. Помимо картин из бисера, ребята занимаются различными видами творчества. Это работы с фоамера, на девочке очень много делают цветов, картин. Это вышивка, это папье-маше. Также работы из бисера. То есть девочки очень много делают браслетов различных, вышивка бисерами, тестопластика. Да, у наших детей очень нравится заниматься тестопластикой. Материалы для творчества школа-интернат приобретает за счет спонсоров. Готовые картины ребята уже не раз выставляли. На Ангарском Арбате некоторые удалось продать. На вырученные деньги купили заготовки для новых картин. И снова принялись творить. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Такой была минувшая неделя. О новых событиях узнаем по местному времени. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.